Мы ждем в 19-е, в мае, в 57-го года. Перед школьниками и студентами выступает Анатолий Корешков. Он участник запусков первого спутника Земли, а также полетов в космос Юрия Гагарина. Анатолий Анатольевич поделился с подрастающим поколением своими воспоминаниями о тех событиях, а также рассказал о службе на Байконуре. В том числе о пуске первой в СССР межконтинентальной баллистической ракеты. Взлеты и падения, но потом долгожданный результат. Четвертый запуск Р-7 оказался успешным, и ракета впервые достигла цели. Особых эмоций не было в тот вечер. Но зато на следующий утро, когда проспали, и во всех радио, телевизорах, дальше говорить о судьбе, весь мир, что уступали, весь мир. Встреча со свидетелем тех событий – только одно из мероприятий Всемирной недели космоса. На площадке Владимирского планетария открылось сразу несколько выставок. Так одну из стен учреждения теперь украшают космические шевроны. Это эмблемы космических программ, экипажей, кораблей из частных коллекций. Мы с Владимирским планетарием решили, что эту долгую выставку будем считать только первым. Мы ее расширили, а мы ее осмотрим фотографиями каждой нашей судьбе, описанием экипажа, кто присутствовал в бойках, как мы имели. А пока в выставочных залах планетариям можно увидеть еще одну новую выставку. Это плакатные стенды, объединенные в общий проект «Родом из космоса». Навигационные системы и метеорология – виды спутников и их конструкция. Теперь об этом все может узнать каждый желающий. Открылись выставки в рамках Всемирной недели космоса. Ее отмечают ежегодно с 4 по 10 октября. В честь начала космической эры – запуска искусственного спутника в 1957 году в СССР. В 2024 году это событие отметило 67 лет.